добрый вечер друзья рада вас сегодня приветствовать в домашней студии каждый вечер жду когда вы все присоединитесь настроение у меня отличное надеюсь что у вас тоже и я закрепила внизу название нашей сегодняшней темы звучит она как женское здоровье и у нас сегодня вновь будет гость поэтому конечно вы понимаете что речь в первую очередь пойдет именно о женщинах и те мужчины которые не готовы для себя открывать какие-то новые данные на этот счет и особенно трепетно относятся к таким темам и не могут присутствовать при данных разговоров я все-таки попрошу покинуть наш сегодняшний лайф однако для всех тех кого не смущает мужчин наш сегодняшняя тема сразу скажу что в гостях у нас сегодня будет акушер-гинеколог врач с 30-летним стажем учредитель руководителя международной академии здоровой жизни елена березовская и сейчас она к нам присоединиться елена будет сегодня все хорошо со связью очень интересно будет с вами сегодня пообщаться а я закрепила внизу тему она будет называться женское здоровье мы так плавно перейдем к основному поводу нашей сегодняшней встречи это сразу забегая вперед скажу тем для тех кто не прочитал вдруг stories это коммерческие диагнозы но сегодня начинать с этой темы я не буду потому что та ситуация в которой мы находимся сейчас ее игнорировать невозможно наш карантин никуда пока от нас не девается и мы тоже не стараемся покинуть наши дома остаемся сегодня все дома поэтому вопрос первый в связи с тем что во многих странах мира люди вынуждены даже поменять сейчас свое место жительства потому что и местные власти и объяснять что сейчас нужно осесть там где вот ты будешь наиболее спокоен где будет твой дом многие уезжают со съемных квартир многие меняют свое место жительства и соответственно они меняют и свою поликлинику они меняют своих врачей и конечно для женщины в первую очередь это женский доктор врач гинеколог поменять его очень сложно и иногда даже лишний раз подумаешь а стоит ли вообще идти к новому врачу может быть все таки подождать вернуться к своему но непонятно пока сколько это продлится поэтому я хотела бы в первую очередь задать вопрос при переезде если уж приходится выбирать нового врача на что женщина должна в первую очередь ориентироваться и как выбрать самое интересное что сейчас многие женские консультации работает но не на полную силу или даже закрыты и скажем визиты продолжаются только для беременных и то даже для беременных женщин сократили у нас например в больнице мансайна госпитал разрешили даже телефонные консультации и онлайн консультации нормального протекания беременности но если искать уже врача это не просто в условиях карантина потому что во первых никуда не выйдешь ничто не посмотришь единственным источником это могут быть подруги знакомые и различные сайты где отзывы о врачах что в большинстве случаев не соответствует действительности потому что можно спокойно накрутить хорошие отзывы то же время можно написать плохие отзывы но в целом в целом наверное критерии будут значит я скажу так если срочной необходимости нет потому что нет жалоб то я не буду не советую сейчас искать гинеколога именно на конкретный момент хотя можно изучить эту тему через знакомых через каких-то подруг которые живут в этой местности например если они такие есть с другой стороны значит просто запомнить что врач который которым можно доверять во первых он не запугивает то есть он не должен запугивать он должен быть приветливым он во вторую значит они не назначают сразу же лечение какое-то массивное без обследования то же время он не назначает массивные обследования то есть сразу огромные объемные обследования сразу же при первом визите то есть врач обычно расспросит и принципе расскажет тактику дальнейших действий и скажет какое нужно обследование и конечно же схеме лечения должны быть авоськи все различных препаратов потому что большинстве случаев медицина перешла на так называемую монотерапию а это значит что обычно один препарат эффективный его достаточно большинстве случаев но для большинства заболеваний скажем и дополнительно может назначаться один-два препарата но не 10-15 и не курсы по 3-4 месяца эти принципы и для не карантинного времени но что ну если говорю надобности срочно нет то поверьте мне еще никто не умер от того что там появились чуть больше выделений или скажем где-то там заныло в боку и прошло то есть если это действительно чп например как подозрение на внематочную беременность потому что идет задержка месячных появляется боль то есть таких случаях мы должны сразу поехать скажем в больницу приемное отделение чтобы там быстренько все ну как бы проанализировали нет оси каких-то симптомов то есть что это может быть это кровотечение которое нарастает это боль которая нарастает это температура которая связана например с тем же кровотечением или выделениями скажем выраженными или болью то вот эти основные признаки требуют незамедлительной помощи врача все остальное может подождать месяц полтора и даже два подождет но вот допустим сидим на карантине все у нас хорошо но пара до того как начался карантин решила что все уже пора и запланировала беременность и естественно как вы говорите врачи сейчас во многих странах мира во многих городах не принимают они как они сами должны отказаться от этого решения или они должны все-таки связаться с врачом или пока карантин ничего не планируем подождем до лучших времен я вас удивлю но право размножения это право человека дано им природы а не конституции да впрочем конституциями право на заботу о собственном здоровье поэтому в реальности запретов на планирование беременности не должно быть то есть конституционного запрета нет а все-таки врачебные тоже если скажем пара чувствует то есть она здоровая пара у них нет никаких жалоб то в принципе они могут приступить к планированию даже находясь в карантине если у них контакта нет с больными людьми или скажем теми кто может быть ну кого время кто и когда есть подозрение что человек имел контакт да то есть например мы уже сидим карантине приблизительно три недели инкубационный период для коронавируса в среднем 5 дней но говорят до 14 дней до в течение двух недель не произошло никаких то негативных скажем отклонений вы не заболели и у вас не было контакта с людьми которые были больны или скажем было подозрение на болезнь то принципе это говорит о том что маловероятно что у вас есть этот коронавирус поэтому почему от беременность с мужем можно установить вероятность зачатия не настолько высокая как кажется то есть вероятностью пары 20-30 лет это два 22 процента в месяц то есть все равно не поэтому и уходит пар например в 60 процентов случаев это до шести месяцев то есть шесть месяцев а 90 процентов по целом беременно течение года поэтому зачем же откладывать возможности планирования беременности единственное что нужно понимать что нужно принимать полиевую кислоту если же есть какие-то скажем проблемы были будущее прошлом например заболевание щитовидной железы особенно женщины или скажем какие-то гипертонии например повышенное кровяное давление да или еще какие то и скажем женщина не уверена в том можно и планировать или нет она может дождаться приема врача то есть ну если скажем есть врачи которые ведут онлайн консультации на базе поликлиник которые не могут ходить если это разрешается то в принципе они могут уточнить у них задать им несколько вопросов вот что мне делать например если у меня такие-то заболевания я хочу планировать беременность то есть в данном случае будет играть даже не коронавирус которого все боятся просто наличие допустивающих заболеваний которые могут повредить беременности здесь нужна консультация специалиста чтобы или дать добро сказать что все компенсировано хорошо можете беременеть или сказать давайте вы перейдете через месяц мы проведем ряд анализов и тогда решим можете вы беременеть или нет то есть вот такой подход хорошо если у беременные есть вот подозрение что надо бы проверить и себя на коронавирус что-то я себя чувствую не очень хорошо мы знаем что сейчас но в россии по крайней мере есть возможность сделать и платные тесты ходить естественно я думаю что мое предположение вы меня поправьте беременной женщине никуда не нужно и нужен вообще ли ей этот анализ на коронавирус если например у нее нет ярко выраженных симптомов просто для того чтобы успокоиться или можно успокоиться без анализа буквально неделю назад даже по моему чуть меньше федеральная федерация международной федерации кушерогинекологов с группой экспертов издали но публиковали рекомендации как раз в отношении беременности и коронавирусной инфекции и там говорится что скажем если у женщины есть подозрение на контакт с человеком которого был коронавирус но он подтвержден этот коронавирус или он больной например этот человек то конечно же рекомендовано что беременная женщина прошла тестирование как проводится тестирование здесь есть несколько вариантов если скажем это можно сделать на дому то есть может приехать бригада там медсестры кушерки или врача и скажем сделать это на дому при условии что женщине нет никаких симптомов вообще то это можно сделать на дому в отношении симптомов если симптомы скажем не слишком выражены конечно женщине рекомендуется быть дома при этом опять же к ней могут приехать на дом сделать тестирование другой вариант что если есть симптомы она должна обратиться к врачу то есть она должна быть направлена в стационар хотя бы имиду выраженность симптомы например там кашель одышка повышение температуры здесь сомнений нет она она хоть должна находиться под присмотром хотя бы 24 часа первое чтобы сделать тестирование определить что женщины дальше делать а вот такие рекомендации в отношении платных бесплатных и тому подобное вы знаете а сейчас появилось очень много тестов которые никогда не тестировались плане эффективности качества поэтому здесь нужно быть очень осторожным поэтому я бы больше доверилась скажем лечебном учреждению чем тех тем тестам которые продаются на коммерческом основании этом стараются нажиться многие и знаете еще один минус оказывается для того чтобы получить достоверный результат нужно брать биоматериал с нижних респираторных дыхательных путей а не с верхней вот это делают сейчас да и в принципе это многие не знают и скажем можно взять отсюда с верхней части и получить отрицательный результат то время когда вирус все-таки может быть в организме человека и обычно когда есть симптоматика выраженная кашель там и а дыши и результат отрицательный первый с верхних путей то необходимо сделать повторный тест да да я и я тоже читала об этом мы тоже это обсуждали я еще раз хочу напомнить всем кто нас смотрит что сегодня мы беседуем с Еленой Березовской и доктором кушером-гинекологом с 30-летним стажем и в основном все вопросы которые вы сейчас будете задавать конечно будут касаться женского здоровья и я призываю вас сейчас писать уже начинать вопросы мы в конце беседы поговорим об этом и конечно мы говорим об этом не только в свете коронавируса и даже скорее не в свете коронавируса в свете вот какой интересной темы которая когда мы планируем беременность наверное может коснуться любую женщину в любой стране мира хочу напомнить что Елена живет в Канаде в городе Торонто и принимает тоже там и в общем так как Елена родилась на территории высшего советского союза хорошо знает каким образом ставят диагноз и на Украине и в России и Беларуси в общем на всей территории постсоветского пространства а к сожалению пока во многих клиниках мы еще не ушли от этой практики хотела бы чтобы вы рассказали вообще что такое коммерческие диагнозы у различных врачей не только по вашей специальности и конечно в практике гинеколога какие-то диагнозы вообще зачем люди это делают ну вам повезло потому что я мама этого выражения и но в этом году и потом была подхвачена многими людьми в том числе журналистами поэтому коммерческий диагноз знаю сейчас все но тогда значит это была новинка за за которые меня ругали мои коллеги и там вообще были очень агрессивны по отношению того что я говорила коммерческий диагноз что такое в реальности коммерческий диагноз я разделила несколько как бы подгрупп первый это устаревшие и несуществующие диагноз то есть они уже старые не используют или они просто не существует как диагноз например тот же лейкоцитоз которым ставят лейкоцитоз много лейкоцитов это много лейкоцитов будем лечить лейкоцитоз это всего лишь лабораторный показатель но не диагноз или же среди женском значит и старых диагнозов акушерстве помните такой токсикоз даже сейчас его ставят направо на лево токсикоз его не ставят сейчас нигде то есть это уже устарело название а есть отдельные группы осложнение беременности или норма беременности то есть как бы два разряда патологии норма и они все имеют свое название или скажем в общем для других специальностей все говорят о вегатоса саудистой дистонии в сд на которой списывается то что не хочешь реальность есть масса других диагнозов которые могут сопровождаться и головной болью например и другими скажем симптомами которые списывают на это состояние дискинезия желчных путей его нигде не произойдет этот диагноз мире хотя у нас до сих пор по узи ставят всем подряд направо налево многие диагнозы которые ставят вообще ставится не по узи там или не не теми методами которые но как бы используется якобы для постановки диагноза вторая группа это комические диагнозы которые скажем не существуют конкретные женщины или мужчины например если брать женщин ей там ставят синдром поликистозных ящиков только потому что у нее век или поликулы ящиков и начинают там цепляться по узи у женщины может не быть этого диагноза но она будет проходить через многочисленное обследование лечение только потому что ей навязали этот диагноз и самые такие навязанные диагнозы которые просто расцветает это эндометриоз его ставят всем подряд значит вот этот синдром поликистозных яичников потом ряд других да сейчас перебью с вопросом очень важным это значит что врач заведомо хочет пациента обмануть для того чтобы начать его лечить любой прием будет стоить дальнейший денег или это просто ошибка а я бы сказала что может быть три варианта первое что это может быть действительно комически выгодно и просто навязываться я слышала от многих что скажем некоторых поликлиниках как частных таких государственных есть просто списки которые диагнозы выставляют всем подряд и плюс какие какое обследование то есть выполнять этот план потому что это финансовая заинтересованность в том числе государственные лечебные учреждения видно этом основывается национальный бюджет лечебные учреждения и премии врачей поэтому это тоже нужно понимать не только говоря частном секторе второй да может быть малограмотность среди учиться по старым учебникам или просто как говорится как испорченный телефон кто-то там назначен все пошли поехали это модно плюс не забываем что многие представители фармагогических компаний приходит и просто навязывать вознаграждение чего отказывается только единицы поэтому назначается направо налево различные препараты которые не должны назначаться и конечно может быть комбинации того и другого то есть как бы и малограмотность и желание заработать деньги то есть это наверное самый частый вариант конечно не хотим попасть таким врачам однако же невозможно на сто процентов всю информацию не в интернете нет знакомых собрать достоверную да потому что ну так не бывает чтобы вот ну если есть какой-то большой минус там условно говоря если вот прям вот это настолько очевидно скорее всего до потребителя это дойдет но если это не настолько очевидно а врач это делает либо изредка либо случайно ошибался несколько раз мы все равно потенциально являемся там гипотетически жертвами этого этого визита так нам что самим штудировать медицинские какие-то справочники да зависит от того врачу мы идем мы должны прочитать какие анализы сегодня нужны на какие болезни какие вообще существуют какие не существуют диагнозы или как сориентироваться то вы знаете это как раз проблема потому что даже те же учебники они устарели многие поэтому если смотреть профессиональные даже русскоязычные сайты на них много у них много просто переписано с учебников и информация очень отстала плюс даже если идти на сайты каких-то клиник они ведь заинтересованы в приходе пациентов но поэтому там тоже информация что когда человек прочитает это все ему становится страшно и тогда он побежит позвонит по такому-то телефону сожалению мы живем как раз эру информационную мы называем это информационная эра но это также эра информационного мусора поэтому когда даже сделали пример исследований очень простое исследование врачи американские исследовали а тему эндометриоза в google то есть они набрали и вы и прочитали в общем что предоставляется пациентом первую очередь ну в смысле людям которые заинтересуются эту тему это не было разговор это не медицинской литературе имеется ввиду для профессионалов так вот оказалось что практически почти восемь процентов информации не точная или устарела или вообще неправдивая поэтому получается что люди даже если зайдут в интернет и им кажется что они нашли такую информацию почитать будут все знать то они значит но сразу будут все знать всю правду эндометриозе кстати как раз третья группа коммерческий диагноз это может быть диагноз у женщин но ее обследуют и лечит не по тем схема абсолютно не по тем но неправильно не так как это рекомендовано скажем профессиональными обществами то есть накручивает слишком много всего но вы же сами знаете что везде разные регламенты в каждой стране он свой правильно я понимаю потому что здесь например в россии у лечили еще 10 лет назад уриоплазмоз а в израиле например не лечили да ну вот почему и как понять где же правильно а в реальности мы говорим о международных рекомендациях консенсусах или скажем публикации который гайдланс называется это рекомендации это не протокол а рекомендации и действительно каждой стране может быть определенные свои ну как бы отличие различия между скажем россии и другими странами и скажем даже посоветских стран с другими странами что министерства здравоохранения не выдает приказа то есть практикующая или скажем практической медициной занимаются офицер и обществом. например общество акушера в гинекологах и это может быть также объединение международного уровня например международная федерация акушера в гинекологах из которой выдают рекомендации и которам трезвомыслящий врач который понимает что есть эксперты и которые объединяются или, скажем, выдаются такие рекомендации, даже тот же ВОЗ может иногда опубликовать, он будет пользоваться этим. В России, Украина, Беларусь, там МОЗ. А МОЗ выдаёт приказы. И хотя я читала протоколы, приказы многие, ведь там тоже идёт речь о рекомендациях. Тут не говорится «обязан», а написано «рекомендовано». Но врачом это может восприниматься как «обязанно», потому что это приказ. И хоть если, скажем, врач не сделает так, как написано всё, чиновник, который придёт её проверять в случае проблемы, скажет «а вот это вот галочки, вот этот анализ вы не сдавали». Значит, проблема в том, что женщина там не сдала этот анализ, значит, вот вы сделали ошибку. Это расправа с врачами в таком вот виде, когда ну, в общем, их как бы четвертовали публично и фактически разбираясь по этим галочкам, научила многих-многих врачей перегибать палку и лучше сдать 20 анализов, чем выбирать, которые рекомендованы, потому что это как бы их защита, что лучше всё сразу и много. И то же самое лечение, например. Есть первая линия лечения, вторая линия, третья. В реальности это тоже хорошо расписано. Но, вы скажете, я назначу сразу всё овостки, плюс от печени, от почек и прочее, прочее, прочее. Хотя как раз куполами цена и многих других, их нет в протоколах российских. Это уже докрутка. И тут ещё действует ещё один важный элемент. Это давление авторитетных различных там академиков, профессоров. То есть от границ отошли от авторитета отдельных школ. Там школа профессора Смита, например, или ещё какого. Это уже отошли лет 30 назад, потому что профессора могут ошибаться. Они часто диктаторы, они диктуют свои это самое, но они могут быть бездарями тоже. Не прогрессировать. К сожалению, в России до сих пор академики, профессора, это же Вита. И вот сказал профессор-академик, будем выполнять всё. Всё, что они говорят. И это тоже неправильно. Но, но в России уже есть немало врачей, которые мыслят и работают по-новому. И мне удалось повстречаться со многими, даже в Шеремене-Николе, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, которые уже работают по-новому. И мы вот с ними поддерживаем контакт. И вот как раз в эпоху карантина у нас даже будет больше прямых эфиров. То есть у нас был марафон доказательной медицины, где 23 спикера именно с взглядами, именно не то, что с взглядами, а как бы те люди, которые придерживаются профессионализма и доказательной медицины, проводили лекции, бесплатные там семинары и многое другое. То есть мы это делали. Мы стараемся объединиться, и мы стараемся вылезть на поверхность и сказать, иметь какое-то определённое влияние на других врачей, чтобы они понимали, что здоровье — это не автомобиль, его за деньги не купишь, ему нужно беречь. Поэтому его нельзя гробить ради даже денег, ради коммерческих диагнозов. И мы стараемся как бы быть на плаву и присоединять к себе всех других врачей, которые будут думать и мыслить, как и мы. То есть не вредить, а лечить. Ну хорошо, не будем покупать ничего сейчас. Это понятно, что мы и не сможем, даже если очень захотим, потому что есть какие-то вещи, которые действительно, как говорят, дороже денег. Я попросила вас писать для Елены Петровны вопросы. Напоминаю ещё раз, что Елена Петровна акушер-гинеколог, а не вирусолог, поэтому женщины, призываю вас всё-таки правильно формулировать, а также мужчины. Но вот уже вижу по тем вопросам, которые пришли, и выкидыш на половине срока анализы в норме. Что посоветуете? На половине сроки это уже, скорее всего, не выкидыш, а преждевременно роды тоже нужно тут анализировать. Плюс каждый случай, вот такой, скажем, после первого триместра, когда проходит и потеря беременности, это, скорее всего, индивидуальный случай, который требует внимания. То есть нужно анализировать, как протекал первый триместр, что было, вообще, истории, например, была ли там конизация шейки матки, то есть удалили часть шейки матки, значит, могла быть короткая шейка матки. Дальше есть пороки развития и прочее, прочее. То есть в реальности всё-таки это задача врача проанализировать ещё раз ситуацию, заглянуть в прошлое и в дальнейшем выработать тактику действий. То есть это случайность и она больше не повторится, или это закономерность, она может повториться. Это задача врача, анализ, вот аналитическое как раз мышление врача и обсуждение вопросов с женщиной. Ставили эндометриоз, но навязываний процедур не было. Тем не менее, диагности существуют, если ставили? Диагности существуют, но как ставили? Например, обычно женщина занует что-то там в животе, никто же не обращает внимания, что это может быть кишечник или даже мочевой пузырь, все бегут к врачу. На УЗИ врач там посмотрел, ой, у вас тут эндометриоз, всё. На самом деле эндометриоз это не УЗИ, диагноз. И поэтому зависит от того, как ставили. И ещё одно, самое интересное, если эндометриоз не беспокоит, то есть да, он может быть, но он не беспокоит, то в принципе в большинстве случаев его не лечим, то есть мы просто женщину наблюдаем. Скажите, лидаза рассасывает спайки? Нет, лидаза, лангиназа, это старые препараты, которые казались неэффективными. Кроме того, спайки – это клей, это особый вид биохимического вещества, который не имеет сосуда. Очень редко спайки имеют сосуды, это в основном грубые. И эти спайки, они, даже если вы будете использовать лекарства любым методом, оно не попадёт в эти спайки. То есть сам организм рассасывает спайки и приводит к тому, что мелкие, они обязательно рассосутся, потому что так мы устроены. Крупные, например, когда есть спайчный болезнь, это уже отдельный диагноз, он требует оценки ситуации и лечения, в том числе, возможно, хирургического лечения для удаления и рассечения этих спайок. Цикловита, что за препарат, мне назначили, принимать или нет? Я сразу вторую часть вопроса хотела бы немножко изменить и всё-таки там, кто спрашивает, объяснить, что мы сегодня не назначаем друг другу препараты, несмотря на то, что огромный опыт работы, мы просто ваши вопросы разбираем. Поэтому вопрос будет звучать так, цикловита, что за препарат? Я не помню всех тысяч препаратов, мне кажется, что это мультивитаминный комплекс, вот, и в принципе, если назначили как часть планирования беременности, туда входит фолиокислота и можно использовать, а в остальных случаях особой роли он не играет, поэтому сейчас просто название очень популярно подбирать под струю женскую, например, там использовать слово фертильность, фертильность, или там фемина, или там вот фемостон, да, это же фемо, или, скажем, вот это вита, различная жизнь от слова вита жизнь, да, и многое другое, поэтому в реальности нужно быть осторожным с, или, скажем, всем известный лохотрон оборовой матки, которая направо-налево назначает, назначали, этот уже, по-моему, немножко утих лохотрон, но всё равно его даже некоторые врачи назначают этот лохотрон, то есть это боровая матка, даже не лекарственное растение, но слово матка, и который лечит от всех заболеваний женских, это покупает сразу, и поэтому и направо-налево, да. из 100 яичников возможно ли беременность или множественная, тот же вопрос. Из чего, извините, прослышала? из 100 яичников возможно ли беременность или несколько? Смотрите, тоже о кистах много неточной информации, есть около 40 образований различных образований яичников, это могут быть кисты, то есть такие наполнения, как шарики с жидкостью определенные, или это могут быть опухоли, опухоли — это кистома, поэтому нужно сначала уточнить, что это, каких размеров, и скажем, если это обычные функциональные кисты, те, которые возникают в фолликулярной, лютеиновой в каждом цикле, и они небольших размеров, они уходят циклом, можно беременеть, но если это образование является постоянно, оно никуда не идёт или же растёт, мы должны понять, что это за образование, и нужно его удалять, особенно если больше 6, например, сантиметров, это может помешать при беременности, является она гормонально активным или нет, мешает он зачатию или нет, то есть много нюансов таких, поэтому сама находка по УЗИ чего-то там это не диагноз, но сначала нужно поставить диагноз и потом сказать, можете беременеть или не можете, так будет правильнее. Был выкидыш 2 года назад не чистили, после полутора лет желания нет у беременности, поставили хронический эндометрит, лечить? Ну, у хронического эндометрии, так как такового диагноза, от него сейчас все отказываются, потому что это чаще всего неправильно, но дело в том, что вы, я так не поняла, нет желания беременеть или просто не получается забеременеть, потому что сама по себе чистка, она травматична для эндометрии, она может вызывать образование мелких спаек внутри матки, с другой стороны, если нет желания, если есть психологический фактор, он тоже играет важную роль, плюс нужно знать возраст, нужно знать работу щитовидной железы, нужно знать частоту и регулярность половых актов. Сейчас я как раз заканчиваю книгу по подготовке к беременности, совершенно новой будет книга, есть старый вариант по подготовке к беременности, но вот я заканчиваю, и мы, я думаю, в сентябре выйдет эта книга. Я вот там, собственно говоря, учту все мелочи, все вот эти вопросы, которые собраны уже за столько лет, и чтобы как раз было самое такое чёткое руководство, на что обращать внимание при планировании беременности, а на что не обращать. Но есть также книга «Малыш, ты скоро», где, собственно говоря, если есть проблемы с зачатой, или бесплодие вопроса, там тоже много деталей, и поэтому вы понимаете, что бесплодие – это не проблема женщин, это проблема пары, это всегда проблема пары. Извините, у меня уже был один эффект перед этим, поэтому… Так вот, проблема пары, она требует анализа ситуаций со стороны мужчин и женщин, а не просто во всём виновата одна женщина. Поэтому, конечно же, должен быть индивидуальный подход оценки ситуации. Это моя точка зрения. Абсолютно, точно. Насчёт внимания с вами согласна. В самом начале и ещё дважды повторила, что Елена Петровна врач-гинеколог, и тем не менее, читая вопросы о пневмонии и астме, это одно и то же. Внимание и концентрация внимания, это примерно одно и то же. Да, вот тут вопрос, конечно, скорее к психологу, но тем не менее, как забеременеть от мужа, если он не хочет детей? Вы знаете, я сталкивалась с тем, что действительно женщина задаёт вопрос на приёме у гинеколога. Можете ли вы дать ответ на него? Мне тоже часто пишут, как собрать сперму и ввести себя в матку или в его влагалище, чтобы муж не догадался. И придумывают там, то собирают, значит, хранят вот эти презервативы, то там ещё что-то. Ну, одним словом, вопрос очень простой. Как вы рассматриваете будущее с этим мужчиной, который не желает иметь детей? То есть какой он будет отец и прочий? То есть ради чего вы с ним живёте? Если у него нет планов детей, у вас есть планы, то, в принципе, вы должны об этом поговорить откровенно с мужчиной, потому что ваша семья может полностью разрушиться после того, как ребёнок родится. И тогда вы, как одинокая мама, вам придётся тянуть всё на себе. Если вы думаете, что вы добьётесь алиментов и так далее, это ещё неизвестно, потому что, ну, скажем, есть разные мужчины, разные уловки, не платить достаточное количество денег. Я к тому, что нельзя планировать беременность в семье, где кто-то из партнёров не хочет ребёнка, потому что в данном случае говорит больше ваш эгоистичный момент, я хочу ребёнка, вот я хочу ребёнка. Но ребёнку нужен отец и нужна мать, ребёнку нужна здоровая семейная обстановка. И поэтому, если он попадёт в семью, где между папой и мамой начнутся плохие отношения и даже какая-то непресс и ненависть к ребёнку со стороны отца, то такой ребёнок будет несчастен. Я не считаю, что такой ребёнок, ну, как бы, будет благодарен маме за то, что она его родила, и при этом прожить всё время в каких-то скандалах и прочее. Сложный психологический вопрос, но я считаю, что сначала нужно решить этот вопрос с мужем, с мужем, вообще на чём строится брак, стоит ли его продолжать и жертвовать своей же жизнью, ради чего? То есть ради мужчины, которые не имеют общих интересов в планировании семьи, тогда это будет просто жертва приношения, никогда не приводит к ничему хорошему. И уже тогда решать вопрос, что дальше делать. Следующий вопрос. Поставили аденому гипофиза и назначили кабергалин. Видела у вас гиперпролактемию как неправильный диагноз? Потому что есть пролактин, макропролактин, он связанный, макрополактин, то есть большие молекулы, и они неактивные. То есть это пролактин, который неактивный, он ни на что не влияет. И есть мономерный пролактин, собственно говоря, который вызывает нарушения у женщин, в первую очередь, это нарушение менструального цикла, подавление эволюции. Поэтому мы смотрим, во-первых, если эндокринолог правильный и прогрессивный, он не будет ставить диагноз пролактиномии, например, по общему только анализу пролактина. Он будет смотреть макропролактин и мономерный пролактин, и даже процентное соотношение того и другого. И плюс он будет учитывать симптоматику, то есть жалобы. И уже после этого назначать или не назначать. Ну и, конечно, размеры вот этой аденомы. То есть размеры тоже маленькие аденомы, не растущие быстро. Мы не лечим те, которые растут быстрее или высокий уровень именно активного пролактина. Мы тогда как раз лечим препаратами, которые понижают выработку пролактина. В заключении, после гистероскопии написали косвенные признаки хронического эндометрита. Что это значит? Это значит, что просто отфутболили для того, чтобы потом что-то назначить. Потому что нет такого понятия косвенные. Ну что значит косвенные? Потому что конкретику в гистероскопе сама по себе она как бы и по ней невозможно поставить этот диагноз. Делает гистологию, биопсию. Но даже по гистологии, когда я смотрю, читаю заключение, вижу массу ошибок именно в плане диагностики. То есть там начинает описывать, описывать, потом вдруг всё хорошо, нормально описано, а потом вдруг заключение. Очень часто это просто подделка под врача, чтобы этой женщине назначили длительное такое лечение. А в реальности, ну хорошо, эндометрит, если уже так верить, это воспаление, как мы его лечим? Пятидневный курс антибиотика, ничего более. То есть практически даже если брать лечение, это не требует бог на каких с кем. Но обычно такая женщина будет храпить без конца и будет говорить, вы не беременны или вам ещё нельзя беременны, потому что мы ещё не вылечим, а ещё это нужно сделать, то сделать и то сделать. Поэтому тут нужно быть очень осторожным. Нет беременности пять лет диагноз эндометриоз, только на ЭКО? Тоже неправильная формулярка в том плане, что опять же, а что там с мужчиной, а сколько вам лет? Скажем, если женщине уже за 35, там могут быть другие проблемы. Поэтому эндометриоз в принципе эндометриоз с бесплодием как таковым чёткой ассоциации не нашли. Он может ассоциировать частично в случае, например, повреждение маточных труб, что может быть. То есть, если есть непроходимость маточных труб, потому что, например, есть эндометриоз, то будет трубный фактор бесплодия, когда мы делаем ЭКО. Если трубы проходимы, если, скажем, всё в авуляции есть, всё нормально, то проблема вовсе не эндометриозе. Поэтому он может быть. И в принципе, об этом тоже тема много говорю, даже целый вебинар и книги тоже «Малыш-то скорбь». То есть, опять же, мы должны понять, а что, кроме эндометриоза, как это эндометриоз, что там, узлы. Потому что, например, есть эндометриоз, который сопровождается болевым синдромом. То есть, женщина не может жить половой жизнью, потому что болит очень сильно во время полового акта. И не только во время пола, вообще болит. Ну, как в таких случаях, да, тогда здесь нужно лечение, но лечение для того, чтобы она могла жить нормально половой жизнью. И есть несколько вариантов. Поэтому в реальности мы подходим с учётом многих других факторов. Вот у меня любые выражения, индивидуальный подход, оно так и есть, мы все разные. И у трёх женщин может быть диагноз эндометриоза протекать совершенно по-разному, с разными сценариями. И поэтому мы не можем всем подряд назначать одно и то же. Попейте там прогасторончик или, не знаю что, но и всем трем на ЭК. Это будет неправильно. На МРТ малого таза сделали заключение простая киста яичника. Что это значит? Скорее всего, имеется в виду фолликулярно. Что такое простая? Она имеет тонкую стенку, равномерное содержание, то есть нет никаких включений, перегородок и прочего. И это, скорее всего, является фолликулярная киста или, может быть, лютеиновая киста. То есть это функциональные кисты чаще всего обозначаются как простые кисты. Это значит, что в течение от одного до трёх менструальных циклов они должны уйти сами по себе. В принципе, это нужно наблюдение, скажем, повторное УЗИ через месяц. И выяснение, значит, увеличилась эта киста, не увеличилась. Если киста не меняется, это хорошо в размерах. Если она не проходит в течение трёх циклов, нужно додуматься, может, это кистома и решать тогда вопрос, что дальше делать. Так, ещё вопрос, тоже схожий немножко, поликистоз обоих яичников. Это как? Смотрите, яичники имеют фолликулы. Когда пишут, например, на УЗИ мулькифолликулярное строение, это нормальное строение яичников. И синдром поликистозных яичников, это называется, это фактически генетический, метаболический эндокринный синдром. Что это значит? Что есть генетика определённая, есть гены мешаные, есть нарушение гормонального фона и плюс нарушение обмена веществ. Поэтому по УЗИ мы не ставим ничего и есть состояние у женщин, когда может не быть, скажем, вот этого доминантного фолликула, нет овуляции. Например, у беременных женщин нет доминантного фолликула 100%. У кормящих мам нет доминантного фолликула очень часто. У подростков часто бывают нарушения. У женщин в предминопаузе тоже часто не бывает овуляции. Если мы будем цепляться только к картине УЗИ яичника, это малограмотность. Мы должны знать жалобы, мы должны знать, какие гормональные изменения в организме. Мне присылают иногда, что есть синдром поликистозных яичников. Я анализирую результаты анализа, у них всё прекрасные нормы. Но это не синдром поликистозных яичников, не может быть гормональной нормы при синдроме поликистозных яичников. А вот врачу не нравятся мы яичники. И он сказал, что всё поликистозное. Поэтому это тоже неправильно. И, собственно говоря, почему я говорю, что синдром поликистозных яичников уже становится коммерческим, потому что его ставят всем подряд. Девочка молодая, перенервничала с любимым парнем, поругалась, у неё задержка месячная, побежала к врачу, поликистозные яичники и всё. Хотя у подростков яичники размеры намного больше могут быть, чем у взрослых женщин. То есть вот такое изменение идёт из больших яичников на нормальных. И многое другое. То есть, вы понимаете, бывают ситуации, когда ничего в реальности плохого нет, но вот эта накрутка, что всё плохо, по УЗИ поговорила, то по УЗИ. УЗИ, не забываем, это всего лишь диагностический метод. И врач УЗИ, в принципе, он должен давать заключение, а не диагноз. Он должен давать просто заключение, что картина характерна для этого. Всё. И, значит, или нормальное явление, или... И обычно по правилам должны писать, что рекомендовано исключить какие-то там заболевания или рекомендовано пройти до обследования, если есть какие-то изменения. Следующий вопрос. На 30 неделе экстренное кислоросечение из-за исчезновения околоплодных вод. Вот в чём может быть причина? Анализы были в норме. Если околоплодные воды исчезают, это может быть по двум причинам самые основные. Первое – это самые частые, значит, подтекания вод, то есть разрыв плодных оболочек и воды ушли. И причём женщина могла особо не заметить, потому что если надрыв был небольшой, она почуще теряла и, скажем, она могла говорить, что что-то мокрое, влажное. Но беременные женщины часто жалуются, что у них там влажно между ног. Второй вариант – это может быть порог развития в первую очередь почечной системы у почек, у детей, у плодов. Потому что именно моча ребёнка – это есть околоплодные воды, и если эта моча исчезает, околоплодная вода уменьшается, то это чаще всего бывает при порогах развития почек. Поэтому нужно делать очень детальную УЗИ и смотреть анатомическое строение почек в первую очередь. А так в целом они не могут просто так исчезнуть у вас все, и тут нужно анализировать, где пропустили тот момент, когда воды начали уменьшаться. Хочу всех предупредить, что у нас осталось буквально меньше 10 минут, поэтому женщины и девушки пишите свои вопросы, я их продолжаю читать. И хочу напомнить, что Елена Петровна врач-акушер-гинеколог, и сейчас очень важно для многих вот такую дистанционную консультацию получить. И ещё раз напоминаю, что мы здесь никого не лечим, а всего лишь рассматриваем какие-то ваши вопросы, какие-то ваши назначения, которые вы получили, чтобы понять подробнее, что лучше делать, что, может быть, делать не стоит, но всего лишь это наша сегодняшняя встреча несёт консультативный характер. Значит, продолжаем. Тут, на самом деле, вопросов очень много, и я думаю, что впоследствии вы сможете обратиться уже напрямую к Елене Петровне за вопросами, почитать её профиль и перейти на сайт и посмотреть какую-то информацию там, потому что на сайте также содержатся ответы на многие ваши вопросы. Как лечить гидросальпинкс? Я прошу прощения, не все, конечно, названия мне известны, известны вам точно. Гидросальпинкс – это когда, например, это как по-простому объяснить, вот маточная труба, она закупоривается с двух сторон и в этом участке соберется жидкость. Эта жидкость может быть обычная жидкость плазменного характера, то есть чистая, как говорится, без инфекции. Но это может быть также кровь иногда, но очень редко. Но также, если там попадает инфекция, может быть макноение, то есть может быть гной. Это как раз гной опасен, потому что гной, если труба лопнет, это может распространиться на брюшную полость и вызвать ряд других серьезных осложнений. Но гидросальпинкс – это уже прошедшая закупорка. И в принципе, если это, но его обнаружили, как бы, это свежий гидросальпинкс, потому что женщина перенесла там хламидиоз, гонорея, то могут назначить, скажем, курс антибиотиков, кратковременный курс антибиотиков. Но чаще всего, чаще всего требуется хирургическое лечение, то есть удаление поврежденного участка трубы. В принципе, к сожалению, никаких других методов лечения гидросальпинка не существует. И это говорит о том, что труба уже не проходила. То есть, если гидросальпинкс, труба уже не проходила. Поэтому она не будет выполнять роли в зачатии. Если другая труба хорошая, здоровая, и гидросальпинкс небольшой, в принципе, можно женщина разрешить беременеть. Но если, скажем, это выраженный, то желательно всё-таки его удалить. Так, ну да, дадим приоритет всё-таки беременным. Здравствуйте, 8 недель беременности уже пью реофем и проенова. Второй день начала ставить свечи, держана, но из-за выделений светло-зелёных. И пошли выделения на второй день коричневые кровяные. Давайте поможем, что может быть. Ну, это, как говорится, очень много всего за раз, потому что нам нужно знать, вот ответить честно на два вопроса. Первое, беременность прогрессирует или нет? То есть, есть сердцебиение или нет? То есть, если появляется кровяное нестовое выделение, нужно смотреть состояние эмбриона, то есть, он живой, не живой. Второе, а где гарантия, что это здоровый эмбрион? То есть, что природа не старается выбросить. Поэтому мы не назначаем препараты прогестерона, особенно после восьми недель беременности. Это раз. То есть, сохранить беременность такую, это будет даже, ну, как бы, это будет ложь, если кто-то из врачей говорит, что этим самым мы сохраняем беременность. Второе, если появляются выделения, особенно зеленого цвета или коричневого, женщина должна обратиться к врачу, потому что изменение цвета выделений, это уже, говорит, что-то пошло не так. И это может быть банальной инфекцией, передающейся половым путем. Вот, поэтому нужно сделать... Лучше, конечно, срочно в этой ситуации, да, обратиться к врачу. И как раз это именно та ситуация, где, наверное, люди не надумывают, да, какие-то себе истории и переживают зря. А именно, вот, есть такие моменты, когда, да, рекомендовано обратиться к врачу без паники. Мы всегда говорим беременны, что если у вас поменялось что-то резко или внезапно, то есть появилось нехорошее выделение, появилась боль, которая нарастает, поднялась, например, температура, то есть всё было хорошо, вам казалось хорошо, и вдруг появляется что-то, что выходит за пределы нормы. Лучше связаться с врачом и уточнить, что это, чем заниматься самолечением, потому что, в принципе, это может прийти к худшим посредствиям. Добрый день. У мужа частый герпес на губах повлияет ли на беременность? Спасибо. Ну, у мужа, в отличие от женщин, только одни губы, уже улучшают ситуацию. На самом деле нет, герпес на губах, он не влияет у мужчины на зачатие вынашивания, однако, если он занимается, вы занимаетесь оральным сексом, и он целует вас, когда у него может быть активная инфекция, у вас может возникнуть генитальный герпес. Генитальный герпес в целом тоже на беременность из зачатия, до кого он не влияет, но он опасен для малыша во время рода. То есть, если у женщины есть активная герпесная инфекция во время рода, это может быть опасно для ребенка. Поэтому всем женщинам, у которых есть генитальный герпес, с 36 недель рекомендовано принимать ацикловир. Если у вас нет генитального герпеса, значит, вам нужно быть осторожной именно в половых отношениях, значит, чаще мыть руки и не касаться генитальной вот этой зоны, вашей гениталии, грязными руками, даже если вы, скажем, вытираетесь после туалета, это даже, то есть, поменьше касаться. То есть, чаще мыть руки. Лучше совсем не трогать. Не трогать себя. Вот от нашей предыдущей подписчицы, которая спрашивала как раз вот про беременность, от неуточнения препарата назначила врач, по УЗИ было сердцебиение. Ну, то есть, ей нужно еще раз к этому же врачу все равно обратиться. Многие спрашивают по поводу обморочного или предобморочного состояния во время месячных, почему это так, что нужно делать, нормально это, ненормально, и нужно обследоваться. Есть такое понятие, как предместруальный синдром. И, в принципе, обморочное или предобморочное состояние это очень редко встречается на самом деле. То есть, есть другие, например, грудь начинает наливаться, болеть, или живот начинает болеть, или даже появляется вот это психоэмоциональное изменение, не знаю, что это агрессивное, или такая капризная, плаксивая. То есть, это более чаще встречается, чем обморочное состояние. В принципе, нужно измерять давление, нужно узнавать, насколько женщина активна, потому что тоже от того, от её образа жизни будет зависеть кровообращение. И плюс, какие ещё дополнительные, например, жалобы сопровождаются, то есть со стороны, особенно мозга, возникает ли мигрень. При мигрени очень часто есть предместруальная мигрень. Она тоже может сопровождаться предобморочным состоянием. Поэтому тут опять тоже нужно знать больше об этой женщине, если это впервые, или это продолжается всё время, и так далее. И уже тогда лечение может быть разным. Может назначать, например, психиатр, психотерапевт, может назначать гинеколог, может назначать семейный врач от того, какие доминируют жалобы и симптомы. Спасибо большое. Ну, я думаю, что на сегодня мы уже наибольшее количество вопросов, которые к нам пришло, мы смогли осилить и с вами обсудить, но тем не менее вопросов осталось очень много, которые я не успела озвучить. И более того, скажу вам, никаких своих вопросов я Елене Петровне не успела задать, поэтому я с ней связываюсь отдельно, самостоятельно, а вы тоже, если хотите, у вас тоже есть возможность задать вопросы. Поэтому на сегодня, я думаю, просто пожелаем всем здоровья и огромное спасибо за такую консультацию дистанционную, за такую поддержку, которая сегодня прозвучала в адрес многих женщин, у которых сейчас нет возможности экстренно какие-то советы получить от врачей, от гинекологов. И спасибо вам большое еще раз. И я надеюсь, что все те эфиры, которые на этой неделе были, в том числе сегодняшние, были полезны моим подписчикам. Я уверена, что они захотят еще раз встретиться и с вами, Елена Петровна, и мы будем приглашать еще каких-то интересных и важных гостей, но это уже будет через неделю. А на следующей неделе мы встретимся в эфире на программе «Нутро России». С утра сегодня я прощаюсь. И до новых встреч, хороших выходных, берегите себя. Всем тоже спасибо, спасибо за приглашение, будьте счастливы, здоровы и не болейте. Пока. Спасибо. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok